В инвалидном кресле он уже почти 20 лет. Но несмотря на это, Дмитрий Черемисин ведет активный образ жизни, занимается спортом. Мужчина – член Паралимпийской сборной России по тяжелой атлетике. Вот только порой взять тяжелый вес на соревнованиях гораздо проще, чем сдвинуть непростую проблему в жизни. Вдоль всего подъезда пошла трещина. И постепенно она становится все больше и больше. Ну и, собственно, хотели сначала ремонтировать, а потом посмотрели и признали, что ремонту не подлежит, что дом аварийный. И все, вот с этого момента стали расселять. Вот, допустим, по нашему дому по расселению, те дома должны быть уже приспособлены в соответствии с законом, со 181-м федеральным законом, уже изначально должны быть приспособлены для самостоятельного использования. То есть там должно все быть, но там ничего нет. Переселяться из аварийной пятиэтажки БИЧ нам предлагают в новостройке. Но если доступ к квартире, где сейчас проживает Дмитрий, действительно комфортный, то в новое жилье доступ для него невозможен. Уже год Дмитрий Черемисин не может попасть в новые квадратные метры на улице Кутузова. И вот уже фактически год мы с администрацией ведем переписку. Я им пишу, что должно быть. Они пишут, извините, дом построен в соответствии с проектом, есть заключение экспертиз, все соответствует закону. На сегодняшний день администрация города дала ответ, что они не виноваты, что это долевое строительство, что это застройщик виноват, что это виноваты эксперты, что это виноват их проектировщик, но только не они. Найти ответственных, по словам Дмитрия, практически невозможно. В письмах администрация поясняет, что пандус установлен и прошел соответствующую экспертизу, а переделать его невозможно. Переоборудование пандуса и приведение его в соответствие с требованиями доступной среды через входную группу не представляется возможным, так как длина входной группы не позволяет выдержать требуемую длину пандуса с соблюдением необходимого угла наклона. Отдельный пандус из балконного блока квартиры Дмитрия Черемисина обеспечил бы доступ в жилье ему и его матери, которая на данный момент ввиду болезни не ходит. Но такой вариант тоже невозможен. Дом на гарантии, пристройки запрещены. Мою маму мы затащим с помощью грузчиков и брата затащим. Чтобы съезжать, это извините, он будет, наверное, на попе оттуда слазить, коляску за шею цеплять и на попе туда подниматься. Или сидеть вообще безвылазно. А он у нас человек-то мобильный, он молодой, ему еще ездить надо. Если она человек старый, как говорится, посидеть дома, то ему нужно все равно общение. Поэтому не знаем мы, куда еще обращаться и где от кого искать помощь. Так называемый пандус в этой и подобных новостройках бесполезен не только для колясочников, но и для других маломобильных граждан. Так, например, своего ребенка с особенностями двигательного развития, Ирина Поткина несколько раз в день поднимает на руках вместе с коляской. Пандус у нас очень неудобный. Была ситуация, у нас ее переделали, мы вообще не могли спуститься за большой коляской. Как бы вот в этой сложности есть, что неудобно. Опять же, я ее могу поднять, а другой человек, который на краске, очень тяжело подниматься. Нельзя сделать так, чтобы и им, и нам было удобно. Удобным стал бы откидной электроподъемник, но сегодня такой вариант не рассматривает ни управляющая компания дома, ни администрация города. Дмитрий не собирается опускать руки. Мужчина направил документы в Генеральную прокуратуру и в администрацию президента, для того, чтобы наконец-то разорвать замкнутый круг проблем и преодолеть пока невозможную преграду в виде семи ступеней лестницы. Это очень тяжело. Ирина Корчагина, Дарья Федоркина, Андрей Сегаев. День с толком.